Добрый день, дорогие читатели! Приближается важнейший праздник в нашей стране – День Победы. И сегодня мы обратимся с вами к замечательному рассказу Леонида Соболева «Соловей». Леонид Сергеевич – советский писатель, журналист. Во время Великой Отечественной войны он был корреспондентом газеты «Правда», а также принимал участие в обороне Одессы, в обороне Севастополя. Заслужился для капитана первого ранга. Среди знаменитых книг Леонида Соболева – сборник родовых очерков «Морская душа», повесть «Зеленый луч», роман «Капитальный ремонт». Рассказ «Соловей» был создан писателем в 1942 году и посвящен сложным военным годам. Речь пойдет об удивительном человеке, который мог подражать различным звукам. Почему же это умение оказалось таким важным? Сейчас узнаем. Итак, Леонид Соболев – «Соловей». На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. До ночи они пробирались в тыл румынам, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, собираясь на шлюпке далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь. Неуловимые, смелые, быстрые, черные дьяволы, черные комиссары, как с ужасом звали их румыны. Среди них был электрик сменоносца Фрунзе, красивый и статный моряк с гурдыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали «гусаром». Галифе, армейские гимнастерки и пилотки были вызваны необходимостью, не очень-то ловко ползать по болотам в широких морских штанах и флотских ботинках. Разведчики изменили морской формы, но морская душа, волосатая тельняшка свято сохранялась на теле и синела сквозь ворот неиспоримым доказательством принадлежности к флоту, и на пилотке под звездочкой гордо поблескивал лекарек. В жаркий пыльный день шестеро разведчиков шли через Одессу из бани. Пить хотелось нестерпимо, но пить в городе хотелось семь, и у ларьков толпились очереди. Моряки со вздохом прошли три ларька, поглядывая на часы. Встать в очередь у них не хватало времени. Внезапно им повезло, с неба раздался характерный жужжащий вой мины. Это было на краю города, куда мины порой залетали, и звук их, противный, ноющий, длинный, был хорошо знаком Одессита. Очередь распалась, и люди побежали от ларька под защиту каменных стен домов. Но мина не взорвалась. Она проныла свою скверную песню и бесследно пропала. Зато у освободившегося ларька, откуда привычный ко всему продавец так и не ушел, уже стоял гусар и с наслаждением тянул в содовую воду, приглашая остальных моряков. Оказалось, что гусар был подарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых полный куб вылетали самые неожиданные звуки. Свист снаряда, клохтами курицы, виск пилы, вой мины, щелканье соловья, шипение гранаты, ларь щенка, отдаленный гул самолета. Беспособности эти, едва не обнаружившись, были немедленно обращены на пользу делах. Усара объявили флагманским сигнальщикам, разработали целый коп и понесли его на утверждение командиру. Клохтами курицы означало, что у хаты замечен часовой, кряк утки, что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иголги. Место сбора ночью после налета на румы определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки. Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, гусар устраивал в хате концерт. Моряки лежали на хапках сена, и он, цвякинув руки за голову, свистел. В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно. И верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие неприемные гулы своих и чужих орудий и взрывов, постоянная симфония осажденной Одессы, звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом утерянном спокойствии, уюте и доме. Моряки слушали молча. И когда замирал последний, утончающийся и приходящий в хорошую, умную тишину звук, гигант-комментор, тихим глухим пурчанем, которое иногда слышишь в могучей дымовой трубе линейного корабля, не громко басил. «Що давай! Харно свистишь!» И моряки лежали на сене и думали о войне, судьбе и победе, и о том, что будет еще, непременно будет, и жизнь с такой же тишиной, с мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл, украшили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь. В очередном походе в румынский тыл гусар остался в шлюпке в камышах. Но охранять — это единственное средство возвращения к своим, как обычно быть флагманским сигнальщиком. Ночью моряки натворили тело в тылу, сняли два пулемета, взорвали хату с румынским штабом и к шести утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках. Его ранило разрывной пулей Петро. Твоих товарищей не досчитывалось. В камышах все прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка. В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел, внутри ли его были затруднены, и пение прерывистое. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось. Но такая тоска и тревога были в нем, что моряки оставили тяжелое тело раненого под охраной и кинулись на свист соловья. Кусар лежал в шлюпке навсничь. В темноте не было видно его лица, но грудь его была липкой крови. Автомат валялся на дне. Все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы румы. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой. Кусар не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись к шлюпке, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и осторожно, пустив весла, пошли по тихому темному морю. И соловей, птица кустов и деревьев пел и щелкал над морем. Шлюпки молчали, и только иногда шумно и долго вздыхал громный комендор, лежавший рядом с гусаром. Гусар все свистел, замирая, отдыхая, трудно втягивая воздух. Он все свистел, и небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию. Оборванная, изуродованная, как его тело, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро. Вот такой вот замечательный, немного грустный, но в то же время светлый рассказ мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова много книг, посвященных Великой Победе. Пожалуйста, приходите, читайте. И с наступающим у вас праздником! Будьте здоровы, веселы, доброго! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok